Валерий, мы уже определили, что очень сложно выбрать главного, одного, самого-самого футболиста. На Кавказе даже, наверное, сложнее было пиле выбрать в мире, чем на Кавказе выбрать первого. Да, но там больше критериев было. Все-таки у нас было, при том, что это были прекрасные кавказские все команды, все-таки они периодически всплывали. Ну, сколько раз? Ну, Арарат был один раз чемпионом, Белиссы, по-моему, два, Бакинцы один раз бронзовыми призерами в 1966 году. Прекрасные тройка нападений, уж если так, Туаев, Банишевский, Маркаров. Вот, но все равно все те годы московские команды выигрывали, и Киевская Динамо выигрывали чемпионаты чаще, и в сборные игроков из этих команд было больше. Поэтому мы опираемся сейчас на индивидуальные качества. Вот когда я говорю, что там мой любимый Алик Мамедов, он у меня перед глазами стоит, его техника, как он мяч закрывал, его понимание игры, или там вот Юра Кузнецов, когда я говорю. Это же пас, ну, просто из сложнейших ситуаций, пас просто конфетка, что называется. Причем у этих людей не было совершенно никаких изъянов, или для них не было секретов в технике. Они умели все. Но команда же не состоит из одного-двух. Еще у них не было больших гонораров миллионных, да, как сейчас? Это безусловно. Ну, тогда и у москвичей, и у кого, и у киевлян таких не было. А если говорить о команде, какая вам из Южно-Кавказской команды больше всего нравится? Я имею в виду советский период. За какой год, да, или как? Вообще в советский период, значит, активная фаза, видимо, 60-х годов началась, да? Ну, пожалуй, Белисская Динава. Ну, все-таки Куба-Кубка в 81-м году. Да, да, и в 64-м году. А, они стали чемпионами. Да, очень хорошая была команда. Причем тут очень важно, ведь, когда мы говорим о команде, а уже не об игроках, тут имеет большущее значение, если не ключевое, ее тактический кругозор, ну, если можно сказать так, о команде, ее тактическое совершенство. И вот команда Белисского Динава в 64-м году, это была вторая по идеальности, или, ну, в общем, почти что идеальная трактовка системы бразильской 4-2-4. В 63-м году это показало московское Динава под руководством Александра Пономарева. А в 64-м, ну, там же какие, там же предыстория такая была, готовил команду Белисского Динава Михаил Якушин к сезону. Ну, буквально перед первым... Московский Динамовец, да? Да, ну, перед началом чемпионата, там из-за товарищеского матча, где проводить товарищеский матч, там начальство на него начало давить, а он хотел поле сберечь, короче, разругались, он ушел, и вместо него пришел Качалин Гаврил Дмитриевич. И вот Гаврил Дмитриевич, ну, там Белисы были так хорошо готовы, что они выиграли первые, там, пять матчей, сразу оторвались. От преследователей. И, в общем, стали чемпионами после переигровки, кстати, еще с торпеды, там был знаменитый матч в Ташкенте. Ну вот. Но я просто к тому говорю, что вот этот Белисский Динамо того времени была командой на и совершеннейшей в тактическом отношении. Когда они выиграли Кубок Кубков, это, значит, в 81-м году, она была очень яркой, конечно, и заслуженно выиграла. Много было звезд в команде, да? Да. Кажется, это была звезда. Да. Сам по себе. Ну, конечно. Ну, там же Мачаидзе. Ну, в общем, про всех, кого можно вспоминать, кого угодно. Вот. Они были... Ну, они вот такого чего-то вот открытия в тактике, ну, не осталось. Хотя кое-что было любопытное, а именно позиция Кипиани, потому что он был одновременно и нападающим, и диспетчером, плеймейкером, что не так часто встречается. В середине поля и настреатах. Да, то есть он как-то все это умел, но за счет просто понимания, глубочайшего понимания футбола. Он вообще был индивидуальный человек, если бы. Да, так сказать, понимал, когда, куда надо переместиться. То есть он и вел игру, и как бы сам себе. И сам забивал. Сам себе создавал, да. Вот. Ну, в общем, мой ответ, в общем, короче, это Берисская Динамо. Хотя, естественно, Арарат в 73-го года... Кубок, по-моему, сделал, по-моему, в 74-м, да, он сделал кубок? Нет, в 73-м он дубль сделал. Чемпионом и кубок. Да, чемпион и кубок, да. Да, под руководством Никиты Павловича Симоняна. А в 75-м Арарат выиграл кубок под руководством Виктора Александровича Маслова уже. Ну, там вообще большую роль московские тренеры всегда играли в формировании, в создании этих команд. Потому что, когда Арарат стал чемпионом, но перед этим там работали. Николай Яковлевич Глебов, Александр Семенович Пономарев, Артем Григорьевич Фальян, они... Ну, Фальян, кстати, бакинский тренер, не московский, но... Так сказать, ну, просто здесь он... В Ленинграде и в Москве он очень хорошо проявил себя в работе с юношескими командами. Вот, ну... А потом это же выливается уже, какой-то тренер приходит и ставит точку победную. Таким был Симоньян, да? Да, ну, так получилось просто, что он в 73-м году, но команда-то была все равно на ходу. И поэтому, когда пришел Виктор Александрович Маслов, он еще кубок выиграл с Араратом. Что касается Невчи, по достижениям, конечно, мы уже установили, что команда пониже и тбилисцев, и ереванцев. В первой лиге часто я ее видел в Родженикизе, когда жил, они приезжали. Да, но при этом это была, как сказать, очень интернациональная команда. Вот по сравнению, предположим, с билисским «Динамо», где русских или не грузинских игроков мы 1, 2, 3, 4 вспомним. Абхаз, Доросель, Осетин, Гуцаев. Да, ну, раньше когда-то были и Дорохов, и Панюков, Борис Фролов был прекрасный центральный защитник, который потом работал тренером очень хорошим. Вот, но все равно меньше. А вот команда Невчи в этом смысле. В Арарате мы же тоже можем вспомнить, там, Шурика Коваленко, Сережа Бондаренко, они выросли там. Васильев там играл вратарь. Васильев, помните такой был? Нет, не помню, извини. В какой-то период, но он, да, он имел отношение к Армении, это, по-моему, 80-е годы. В Борарате, да? По-моему, да, но это трудно сейчас. А в Баку, ну, вот Сережа Крамаренко, который потом жил в Москве, вот недавно он скончался, несколько лет назад, ну, там-то было очень много, и Семин, который даже один раз, Александр Семин, муж известнейшей волейболистки, Ин Рыскаль, он в одном матче был капитаном сборной СССР, он всего-то провел один-два матча за сбор СССР, но был капитаном при тренере Якушине, по-моему, в Ленинграде они играли. И Брухтий, ну, Банишевский, они все бакинцы. Туаев. Да, да, они все бакинцы, но вот именно Невчи был самой такой интернациональной командой. Как и Баку. Да. Прекрасный город. Давайте по-бакински чаю выпьем, Армуды. Давай, из Армудов. Из Баку. Спасибо. Что-то спортивный напиток. Невчи, мне кажется, было все время труднее добиваться большего, нежели Арарату и Тбилисскому Динамо, которые были очень, ну, как бы, целенаправленно. Ну, вся республика, вся страна на них работала, если так можно выразиться. А Невчи в этом смысле всегда был, как бы, третий. Ну, это же, ну, что теперь делать? Ну, при этом, ну, он же сперва еще был нефтяником, тоже прекрасным. Ну, все равно в истории, в истории же мы запоминаем, что. Вот, например, из нефтяника самый первый игрок, когда нефтяник был в классе Б. Значит, у нас всего в сборную СССР из класса Б попало три игрока. Самым первым был Юрий Кузнецов, который из команды класса Б нефтяник Баку попал в сборную СССР и играл, между прочим, в матче против чемпионов мира ФРГ в 54-м году, знаменитый матч, который выиграли 3-2 у нас, да? Сборная СССР в игре, да? Да. И это самое, ну, уже одно назову, что вторым был Виктор Понедельник, который из Рассельмаша попал в сборную СССР, а третьим был Виктор Колотов, который попал в сборную СССР из Рубина Казанского, который тогда был тоже в классе Б. То есть всего три игрока. Получается, что Баку, Ростов и Казань, будучи командами класса Б, делегировали в сборную СССР таких прекрасных футболистов. Поэтому у каждого клуба, ну, не был не в чьи, предположим, таким, не был чемпионом СССР, не был, как Белиска Динамо и обладателем Кубка, или там, как Арарат, не делал он дубль. Но все равно в истории-то отечественного футбола заметнейшее место занимает. Украсил футбол отечественного. Да, и вот и игроки. Ну, они, ну, как считать? А вот Мамедов и Кузнецов, они там, я не знаю, четыре раза был чемпионом СССР, предположим, Мамедов, как бакинец, да? Он же является еще и чемпионом Европы 60-го года. Да, у нас тогда очень в этом смысле было правильно решено, что не только один, тогда же 11 человек только официально назывались. Поэтому, например, олимпийскими чемпионами стали в 56-м году. FIFA, только 11 человек. Чемпионами Европы, ну, обладателем Кубка Европы в 60-м году, только 11 человек. У нас сразу было принято решение. Олимпийскими чемпионами и чемпионами Европы считаем всех, кто по пути. Поэтому чемпионом Европы было у нас там 19 человек, олимпийских там тоже, ну, больше, чем 11, точно сейчас не скажу, но тоже человек 16-18, да? Так вот, мы потом-то, это же было принято решение и международными федерациями. Они взяли. Мы первыми, мы что-то открывали, а они потом взяли. Ну, потом скажу еще об одном нашем открытии, просто к слову, если разошла речь. Вот, ну, а сейчас, сейчас даже ты на поле ни разу не... Вот, например, знаменитый наш Рональдо, лучший бомбардир чемпионата финальных турниров, чемпионата мира, да? Он в 94-м году на поле ни разу не выходил, но считается чемпионом мира. Мы-то считали, что кто хоть раз сыграл, потому что если бы мы считали тех, кто на поле никогда не выходил, у нас тогда бы Заур Калоев, например, был бы чемпионом Европы, он в запасе был, но ни разу не сыграл. А вот про открытие уж так мимоходом скажу, ладно? Вот сейчас же все мячами играют, много мячей, да? Да, да. А это же впервые у нас появилось. Это придумал Анатолий Дмитриевич Еремин. Его вдруг назначили. То есть мяч? Вот, ну что... Месколько мячей. Ну да, но раньше же бегали за мячом. Вот одним мячом. Я сам бегал в Орженикизе, подавал футболистам мяч. А сейчас сразу мяч же, много мячей вокруг. Да. Так вот его назначили начальником управления футбола, а он был до этого секторем Киевского райкома партии в Москве. Он, ну, в отличие от вот таких функционеров, он отличался тем, что он всегда что-то хотел узнать. Они же приходят с умным видом, приходили. И да и сейчас приходят, и всё, они знают и начинают командовать. А он наоборот, он пришёл и вот тут он вдруг говорит, а что если? И мы раз и начали. И у нас FIFA уже и UEFA переняли. Потом, правда, выяснилось, что ещё где-то был такой же умный человек в каком-то аргентинском городе, Росарио, что ли, сейчас боюсь сказать точно в каком. И там тоже, в одно и то же время, тот там придумал это сделать, а у нас-то прям в чемпионат ввели. Да, FIFA всё-таки у нас. Да, у нас взяли, да. Ну, там просто выяснилось, когда начали уже приоритеты разбираться. Но у него-то только в Росарио играли, а у нас же Анатолий Дмитриевич был уже начальником управления футбола, и во всех матчах стали вот эти лишние мячи. Интересно. Я только напомню, что вы слушаете и смотрите программу «Право слово». Меня зовут Олег Кусов, и наш сегодняшний гость Валерий Винокуров, прозаик, писатель, журналист, с которым мы сегодня говорим о футболе. Продолжение следует...